Привет всем! Меня зовут Роман, я являюсь основателем компании The Lab и ведущим самодизайнером. Также я являюсь в данный момент ведущим самодизайнером проекта «Острый Бордон». Я думаю, многие меня уже знают, видели в Instagram, в интернете, в интернете. Сегодня я бы хотел рассказать немного о том, что такое самодизайн. Ну, в целом вообще. Такой самодизайнер, что он делает. Ну, то есть, я думаю, что многие знают, но многие и не знают. У них есть очень странное представление о том, чем занимаются вообще эти люди. Вот. А также затронул прям проблемы, которые связаны со звуком современных игр, в мобильных и немобильных в том числе. И, конечно же, поговорим о том, собственно, о чем написано в расписании. Да, про головной двор программистов. Программисты очень сильно страдают от того, что с вами не будет сраться за звуками. Так вот. Поговорим о том, что нужно сделать, чтобы избавиться от этой проблемы. А вот. Давайте перейдем только сразу к сути. Не будем тянуть на базовоз. Значит. Значит, начнем с того, что такое самодизайнер вообще. То есть, я думаю, многие, да, понимают, что это, скажем, многие меня глядят в пафтологию, но самодизайнер – дизайн звука. То есть, самодизайн – это создание звука. Хочу заметить. Многие почему-то считают, что самодизайнер – это человек, который открывает интернет, выбирает, который в гугле пишет «звук взрыва скачает бесплатно, MP3, скачивает, гейм-дизайнер говорит, «Ты, как там у тебя звук взрыва?» «Все нормально, получай, присылай, там он такой, забирай, его классный звук взрыва, работа закончена». Ну или, говорит, что-то нужно поменять, он еще другой звук взрыва. Нет, это не так. Самодизайнер – это человек, который делает звук, каждый звук создает индивидуально. Он берет какие-то записи и, возможно, сам их делает. Все зависит от задачи, финансирования и прочего, 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 прочего. Синтезирование, редактирование, наслоение один звук на другой. Если нужно сделать звук, неподходящий звук, подходящий звук, это все делает самодизайнер. И также хотелось отметить, что самодизайн непосредственно связан сработает с изображением. То есть это аудиовизуальное, искусство, касающееся аудиовизуальной составляющей, не только аудиовизуально. То есть многие тоже почему-то считают, клиенты очень частые, мои частности клиенты, которые мне говорят, «Ну вот у нас есть проект, нужно сделать, присылать на звук, вы сделаете». Я говорю, «Есть у вас какая-то визуальная составляющая?» Может быть видеоролики, я не знаю, групп там какой-нибудь, хотя бы Малымальский, они говорят, «Дед, нет, звуки, давай, дед». Я говорю, «А как вы хотите?» Ну, он же написан «Взрыв», непонятно это себе. Я говорю, «Да непонятно, конечно, я понимаю». Просто звуки, которые вы слышите отдельно от изображения, и которые вы слышите вместе с изображением создают совершенно разное психологическое, ну, то есть несут совершенно разное настроение, воспринимаются абсолютно по разному. Абсолютно по-разному, то есть это вообще такой момент очень интересный, вот. Это что такое самодизайнер? Я думаю, достаточно рассказал, я не буду просто, вы знаете, там сильно вдаваться подробностями, что я понимаю, что всем нужно, все это дадут, знаете, что же почему у программистов голова болят, и что, как с этим бороться, вот. Значит, кто же такой самодизайнер, теперь давайте поговорим. Это человек, который в первую очередь обладает обширные знаниями в области звукорежиссуры и желательно еще музыки. Если он хорошо разбирается в звукорежиссуре и музыке, это хороший самодизайнер. Вот. Ну, не страшно, я не знаю, как это делать, конечно. Но это уже хороший самодизайнер. Вот. Обязательно, пункт, вкус. У человека, который занимается звуком, так и как у художника, который занимается артой, должен быть вкус. Если нет вкуса, вот эти все знания, вот уже, они просто просто варятся и идут куда. И технический склад ума. То есть, ну, если говорить про самодизайнер в игровой индустрии, человек, который занимается самодизайном в играх, он должен хорошо понимать какие-то составляющие того, что происходит в играх. Потому что просто делают звуки, и там, это вам недостаточно. Давайте я вам покажу, у меня вот есть небольшой ролик. У меня очень странная презентация. Знаете, там, у всех графики. Я тоже к фотографии нарисователь. У меня сегодня мы с разгаристым другом Андреем Борюловым, с аддиректором Play-Dots, он прям, может, стоило нарисовать. Тебе стрелочка и рублюшок, и ты такой, ну, вот стрелочка, а вот рублюшок. Я об этом поздно подумал. Сейчас я не буду его просто показать, у меня есть вот короткий видеоолик. Это создание звука для... Я работал вместе с VT Technologies над приложением StarMoveKids, можно услышать, да, тоже. Я делал звук для StarMoveKids и сделал такой скринкаст, короткий, такой, знаете, ускоренный. Сработало? Вот, это наглядный пример того, как происходит создание звука. То есть, то, что я говорю, у каждого звука создается индивидуально. Вот приблизительно процесс моей работы. То есть, это, ну, там, в течение, там, не знаю, там, прошло, там, может быть, ну, не часто он прошел, но это, как бы, очень ускоренно. Но, в целом, как бы, это достаточно длительная такая процедура. Ну, давайте, ой, да, все, 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 нормально. Это мой следующий слайд. Вот. Самодизайн в игровой индустрии, конкретно, что-то такое, давайте вам немножко расскажу. В чем его особенности, чем он отличается от кино, что он самодизайнер. То есть, есть, ну, самодизайнер, он, есть в кино, вы понимаете, да, для видео есть самодизайнер. Есть самодизайнер в играх. В первую очередь, конечно, это технические особенности работы с 3D-звуком в играх, потому что, ну, там, все прекрасно понимают, да, там, если говорить про иарты, мы вообще про любые интеллии игры, шутеры, там, немножечко другое. То есть, самодизайнер, в основном, работает со степью звуков, который звучит, ну, в этой колонке или в этой колонке, да. А если мы говорим про игры, про игры игры, там, звук звучит, ну, звук звучит. Постоянно, положение звука постоянно меняется в зависимости от того, что делает игрок. То есть, если это видео, там есть сюжетное линия, у вас есть звук, и в которых там как-то что-то происходит, сюжетные линии всегда одинаковые. В играх, понятно, сюжетная линия меняется от действий игрока. Соответственно, тут уже появляются свои эзотические особенности. Расположение звуков, панорамирование в пространстве, прочее-прочее. То, насколько вы, вот, в 3D-шутере вы бежите, да, там, слышите, там, как это объект. Вот эти все особенности, расстояние, на котором вы сможете слышать этот звук, на котором вы не можете. Вот эти все особенности, ну, и что касается именно звуков, именно в игровой индустрии, там немножечко, вот, все так, по-другому. Вот. Конечно же, работа с программистом, ну, то есть взаимодействие с программистом в игровой индустрии, самодизайнер должен взаимодействовать с программистом. Если у них, ну, в большинстве случаев это очень сложно, потому что самодизайнер говорит, я вот, не надо, чтобы это звучало было так, программистом говорит, нет, это не может так звучать, потому что, ну, там, потому что вот. Собственно, я говорю, почему? Программист говорит, ну, вот, потому что вот. Он говорит, а я хочу, чтобы так было, и вот это все, знаете, там, время идет, они, значит, решают эти проблемы, никто ничего не может говорить, потому что на разном языке, где он говорит, это, там, про звуки, это, там, про код, говорит, что вот, там, у меня там движок, он не может так работать, а, или так, вот это все. Вот. Особенности, особенности, да, особенности. Потом, конечно же, есть еще специфика воспроизведения звуков в играх вообще в принципе, то есть вы понимаете, да, то есть я имею в виду, что там есть очень много всяких зацепленных звуков, прочих-прочих-прочих таких элементов, где человек, сам, который заотвечает и сам дизайн, сам дизайнер должен знать особенности, инотехнические особенности работы игровых и звуковых движков. Потому что есть очень много всяких нюансов, знаете, там, я, допустим, слышал очень много таких моментов, работаю с Unity очень много, там иногда и шелчки слышал при воспроизведении, самое что смешное, что этих шелчков почти никто не слышал. Я проявлюсь, говорю, там щелкает, другие щелкают, я говорю, ну послушайте, послушайте, и что они щелкают? Я говорю, да щелкает, ну вот это вот, вы знаете, на самом деле очень часто, ну я не говорю сейчас, что это никак не конкретно, не конкретно, да, не конкретно про каких-то людей, не обязательно все органисты не слышат. Я вижу, что просто есть люди, которые не слышат, ну каких-то таких вещей они не слышат, игроки очень часто слышат, что вы смеетесь, это правда, это жизнь, я пытаюсь, да, я понимаю, да, именно. И вот эти вот все нюансы, сам дизайнер в игровой индустрии, сам дизайнер, он должен решать по идее, по идее, ну настоящие, то есть как-то вот какие-то вот эти проблемы. Потом, где повторок, знаете, бывает музыку, вот вам представили, вы пишете музыку в игру, и она у вас проходит, играет, играет, она должна повториться, без всяких паузов, и все, потом раз такая пауза, такая хераксика, ну, проводает, опять музыка играет. И вы такие, блин, пишите сам дизайнеру, если это, вот тут момент, если это сам дизайнер некомпетентный в своих вопросах, ну, знаете, сейчас много сам дизайнеров, которые открыт гуру, такой, как стать сам дизайнером, как-то, круто, и YouTube, ага, так, видеоролики, посмотрел пару роликов, такой, так, я сам дизайнер. Вот, он делает вам там какой-то звук зацикленный, вы втыкаете в игру и такие, почему? Он прервается, он вроде зацикленный, спрашивает, но он зацикленный, да, зацикленный. Такие, у нас не прервается, я ничего не знаю, у меня он не прервается, говорит, не вам. Сейчас раскрою вам секрет, кстати, вот сейчас, технический секрет, MP3, никогда не используйте MP3 в играх, никогда. MP3 при кодировании звука из неизжатого формата в MP3 всегда добавляет паузу в конце. Сам дизайн в игровой институте должен тоже вот с этим вот там сталкиваться, кто-то знает об этом, вот вы знаете, кто-то не знает. Ну, то есть, есть ОГГ, а там еще куча всяких форматов. Да, 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 оптимфол, ворбис. Вот. Вот, собственно, я потихоньку уже перешел к проблемам, на самом деле, к проблемам звука вообще, то есть то, что происходит. Вот, ну и как бы давайте поговорим тогда про другие проблемы тоже, которые возникают очень часто. Ну, я стараюсь не очень затягивать, просто, сами понимаете, я могу очень долго в этом потом уже подойти ко мне, если будут вопросы, я вам подробно расскажу про какие-то вещи. Вот. Проблема, основная проблема звука в игре современной, знаете, какая экономия на специалисты. Нет, значит, оговорюсь, есть ли у вас проект радио, там, три звука в игре, где бессмысленно приглашать кого-то, платить кому-то деньги, чтобы память реально вам сделала. Ну, что там, еще что-то. Можно, наверное, там взять и просто вставить. Ну, да, тут, несомненно, но если у вас в игре хотя бы 10 звуков, ну, не пожалейте денег, заплатите человеку, скажите, чувак, сделай нам хорошо. Ну, если сможем, опять же, если сможем. Если они простые, тоже можно своими силами как-то справиться, почему это так работает, я просто знаю. И именно поэтому первая проблема заключается именно в том, что очень часто экономика получается очень странно. То есть есть гейм-дизайнер, да, он придумал, что вот здесь будут, там у нас, допустим, такие-то, такие-то вещи, надо так-то, так-то скучать. Они говорят, такие, давайте так, хорошо, мы отправим сейчас звуки, либо, либо, либо второй вариант. Они контактируют с самым дизайнером, но сам дизайнер не видел проекта и не представляет, что так происходит, не координирует ничего. Это тоже, как за экономикой, кстати, происходит. То есть просто заказывает человеку звуки, говорит, там вот такие звуки, он делает звуки, присылает звуки обратно, гейм-дизайнер получает, отдаёт его программисту, он программист говорит, хорошо, а потом, как бы, гейм-дизайнер, программист говорит, вот смотри, там надо звуки вставить в игру, и всё будет у нас хорошо. Знаете, очень много работал с над такими проектами, я потом, знаете, когда я делаю звук, меня изменил, в принципе, игровой, я делаю звук, делаю, 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 на этом аромате, он пачку просто, там, архив, например, продает, звуки добавляются, я вижу игру, когда он вас же релизировал, спустя, там, полгода или год, я слушаю, думаю, о господи, что же случилось? Ничего не случилось, просто есть понятие общей звуковой картины, сам дизайнер отвечает за весь звук в игре вообще, в целом, то есть то, как у вас произвучает всё стариком. Да, несомненно, в киноиндустрии этим занимается отдельный специалист, есть звукорежиссёр, есть специалист, который просто делает звуки, есть звукорежиссёр, который отвечает за вот это вот всё, общий баланс, чтобы в этом не было громко, опять-таки не было тихо, но мы говорим про игры, выиграв, это один человек, один и тот же человек, он должен этим заниматься. В большинстве случаев происходит вот такая ситуация, я просьбу сейчас, ну, надеюсь, никто на меня не видит, попрошу программиста поддержать. Я сделал такое специальное видео, чтобы было понятно, как происходит работа без сам дизайнера, без участия сам дизайнера, когда звуки интегрируются в игру, просто, ну, там, своими силами геодизайнер, на программе серия вместе начали интегрировать. Не знаю, надеюсь, вам понравится. Мы получили архив со звуками, вы получили там, да, у вас, вот звуки у вас, смотрите, Витя подписан, да, ну, кто-то видит, вот, знаете, картины Шишкина, Медведи, утром Бару, вот, ты говоришь, зайдёшь мне звуки в проекте, и программист начинает их расставлять по проекту. Видите, у него подписано, вот там Медведь, и там Медведь, и он такой, ну, да, ну, вот, и вот Медведи, собственно. Он такой, так, раз, 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 такой, этот сюда, этот сюда, этот, этот, этот сюда, вот этот, наверное, вот, ну, да, вот так. Такой, посмотрел, такой, что-то не то, по-моему, может быть, размер, меня не в кого-то здесь, да, такой, ну, в итоге, как бы, да, вот, такой, раз, раз, в принципе, получилось, да, ну, как бы, не очень, там, видите, какие-то есть проблемы, но в целом, картинка получилась, да. Вот то, что в большинстве случаев выберем поисков со звуком. Мы просто никому не возьмем и скажем. Просто, понимаете, каждый должен заниматься какими-то своими задачами. Вторая проблема очень важна. Крочайшие сроки. Как-то, знаете, очень часто мне пишут люди такие, вот тебе, давай. Значит, у нас матч-3. Матч-3, да? Я говорю, что матч-3. Вот тебе список, там, присылают только вот список. Я почитаю. Классный. Сколько времени? Давайте сравним, сколько времени. Ну, пару дней там у тебя есть. Это будет хорошо. Вечером мне присылали, причем там, допустим, в четверг. У меня есть четверг-пятец. В субботу, и они уже хотят вот этот релиз. Я, конечно, все понимаю. Все. Но. Результат будет. Ну, мягко говоря, не очень, не очень. Результат будет не очень. То есть, это времени мне хватит для того, чтобы разобраться, во-первых, как работает игра. То есть, я должен открыть, посмотреть анимации, понять, как они очень часто. Знаете, так? Хорошо, если мне поставили анимацию для каждого звука. Это прям супер. В большинстве чем просто, типа, игра, он тебе список фигачек такой. Так. Мне надо понять, когда пять элементов собирается, шесть. Когда мы так, они там, вот так собирается. Там же как-то все по-разному. Ты должен все посмотреть. То есть, первый вечер трачу на это. Единственное, что я трачу просто тупо на то, чтобы, ну вот это. Раз, раз. Собрать, 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 собрать. Все звуки просто собрать. У меня нет времени слушать, насколько они хороши. Я даже не могу перерыв сделать чтобы просто вот так отойти, потом вернуться, такой надеть, такой сказать, а вот это что-то мне не нравится, я уже переделал. Нет. Я могу просто вот так сделать, вот так собрать, все в архив отправить. Скажет, вон что я делал. Ну, это прям, не вот. Это прям проблема, на самом деле. Это очень часто происходит. Больше всего лишь такая ситуация, чем неприятная. Из-за этого снижается вообще адъективность от игры, то есть как бы есть звуки, которые приятно слушать. Знаете, есть игры, когда вы играете, и вы хотите в него играть просто потому, что там звук приятный, вам нравится, и слышите звуки заново и заново, и заново, и заново. Вот при таких раскладах это никак не задумится, это просто невозможно. Вот, мне накипело просто еще, извините. Ну и, конечно, есть еще такой очень важный момент, я уже сказал, некомпетентных специалистов, это тоже в стране. Я уже сказал, когда меня набирают, хочу стать самодизайнером, скачиваю первые попавшиеся секвенциумы, мучаются, два видео посмотрели, такие, ну вот я самодизайнер. Таких-то много я просто встречал, постоянно сталкиваюсь с такими специалистами, так их назовем. Я не хочу про них ничего плохого говорить, просто они очень часто не понимают сами, то есть, насколько они, ну, то есть, человек на таком уровне, он не понимает, насколько хорошо он, насколько он хороший вообще. Он, даже не думает, может, думает, что он очень, как бы, хлевый, на самом деле, ну и наоборот, знаете. Те, кто хорошим, мне обычно говорят, да я что-то не очень. Вот не они очень говорят. Ну и давайте перейдем, собственно, к основной, к основной теме, то, что там, действительно, такие, такие длинные, которые, как избавить программистов от головной боли, что же должен уметь делать самодизайнер в игровой индустрии, чтобы программист нечистил себя вообще, чтобы все было нормально, и продуктивность была высокой. Во-первых, самодизайнер должен знать, как работают игры из индустрии, ну, да, понимаете. Это значит, что, что он должен знать, он должен понимать хорошо, как работает игровой движок, как минимум. То есть, человек должен знать хотя бы, ну, вот если у вас есть игра на юнике, надо написать там, или на Андрееве, неважно, на крайнем джайне, там, не знаю, кто на чем там делает, ну, я, конечно, думаю, да, ну, и слип. Самодизайнер, который работает с конкретным продуктом, ну, с конкретной игрой, он должен понимать, как работает игровой движок. Единственное, он не знает об этом, или ему вообще, он будет, ну, там, знаете, такие есть варианты, что самодизайнер говорит, вот, мы делаем игру, мы делаем игру на Андрееве, подключите F-MOD, ну, и как бы с F-MOD работать, а вы как бы, вообще, я вам такой, что такое, что вы говорите, они такие, ну, Андрей, F-MOD, знаете, вы в Вайсе, может, у вас как-то там, с Вайсом вы работали, еще с чем-то. Нет, я не знаю, вот, к самому дизайнеру, я думаю, быстрее должен понимать, во-первых, хотя бы знать, что это за словарь, ну, для начала, то есть, а оптимальный момент, еще умеет им пользоваться, то есть, если он это умеет делать, значит, соответственно, он понимает, как работает звук в игре, он реально, то есть, как это технически происходит, ну, то есть, не так, как это происходит, он реально понимает, как он воспроизводится внутри, какие-нибудь, как это происходит, это важно, потому что время экономится просто сразу, капец, и уровень качества сразу повышается, то есть, ну, вы сами понимаете, то есть, у вас человек понимает, то есть, программисту порочит с ним общаться, соответственно, то есть, плюс, еще, конечно, важно, тоже про головной выбор программистов, сам дизайнер в игровой индустрии должен знать, хотя бы на базовом уровне программирования, принципы программирования, он должен понимать, как работает код вообще, то есть, как вообще, что такое языки программирования, он должен знать, то есть, неважно, то есть, согласитесь, что, если у него есть базовые знания, ему несложно, там, освоить простейшие какие-то, да, там, везде есть типы данных, я не знаю, там, условия элементарные, он сможет выучить, сможет с ним пользоваться, и это вообще огромный, ну, представляете, сразу программисту может, он сможет с программистом разговаривать, программист может, чтобы говорить, ты знаешь, что тут не работает, а вот такому чему-то, ну, да, вот еще, ну, и, собственно, он говорит, да, ну, понятно, а давай, может, вот так попробуем сделать, говорит он программисту, и программист такой, ну, какая интересная идея, продуктивность сразу, короче, у вас все работает сразу, звук какой-то стал сразу выучить, ну, как интересно, как у вас все, здорово, вот, вот, и, конечно же, изучать, ну, давайте, давайте немножко обучемся, я вам покажу, я работаю сейчас на проектах «Бластин Бардон», вы знаете, я уже говорил, да, там есть такой линюк «Пирамидка», и это такой, знаете, я, ну, что, моя горда сам большая, я не сам ее сделал, но как сам сделал, там была моя идея, я реализовывал достаточно, очень долго, но очень плавно, давай, просмотрим после. Небольшой, да, нет, «Пирамидка», вот, это вот тоже вот работа, как бы, самому дизайнеру с юнити и со звуком непосредственно нужно, то есть так, в ускоренном варианте. То есть, я сам сделал звук, сам запрограммировал все, чтобы все работало в правильном смысле, мы, как бы, я, очень честно, не общаюсь с программистом, то есть, если я буду решить какие-то задачи сам, не, я считаю, что я не буду просто нагружать, нет, суперсложно, конечно, я ничего делать не буду, потому что я не программист, но вот то, что я могу сделать сам, я делаю сам, вот. И, ну, чтобы пойти, то, кстати, попробовать, мне, у Армиры, пройти, выиграть, или, наверное, первый выигр, не надо ничего делать, просто подойти, возник ее поставить, посмотреть, как это работает все, ну, вот, вот это вот все, которое сейчас произошло. Слайд. Небольшой, чем ты? Вот, отличный. Это, не прощай. Вот, конечно же, конечно же, очень важно еще для сам дизайнера, постоянное извлечение новых технологий, если про игровую индустрию особенно говорить, новых технологий, новых тех... Нет, это, нет, к наркотикам не имеет отношения, если кто-то подумал, это просто волны звуковые, вы понимаете, вот, вот. Да, пара говорит, я не знаю, что это мука. Новый инструментарий, постоянно расширять инструментарий. Сегодня кто-то рассказывал, сегодня был разговор про художник, да, что инструментарию расширять надо постоянно. Ну, не расширять, а надо, наверное, инструментарию, чтобы был серьезный, и если его расширять, что это хорошо. Такая же история в самом дизайне, ну, то есть, и вообще в звуке. Надо постоянно изучать новые инструменты, новые технологии, потому что в наше время технологии меняются очень быстро, очень интенсивно все изменяются, да? Ну, я без трубки дарил кого-то, вот, раздевать начало. Хорошо. Я скоро закончу. Это очень важный элемент инструментария. То есть, то, чем пользуется сам дизайнер. Не важно, нет, нет каких-то... Есть, конечно, базовый набор инструментов, которые я использую постоянно, но я стараюсь все время расширять свою базу инструментария и использовать постоянно разные инструменты, то есть, варьировать. У меня есть один инструмент для этих целей, и другой инструмент для этих целей, там, это, типа, для этих целей, да? Для этих, для этих... Вот, например, я вам хочу показать очень интересную штуку. Вот. Посмотрите на них. Кто-то, возможно, это видео не знает. Вот, я знаю, там, вот там человек и что-то так, что и так. Вот. А, вот... А, вот и наше внимание. Да-да-да. Это визуальное языкограммирование. Он так называется. Звуковой такой. То есть, мы уточним из модуля и собрать свой синтезатор. Взять собрать свой синтезатор с звуковоспроизводящим устройством такое виртуальное, любое. То есть, что хотите, можете сделать. Вот. К чему это все? Например, я вот даже иногда вот этим вот здесь. Мне такие говорят, что ты говоришь, что-то. Знаете, иногда мне хочется, что-то. Ко мне приходят люди, такие говорят, что это. Я говорю, что это, что-то принимать. Вообще, кайф просто. Это, кстати, знаете, вот. Хочу отметить вот это. Это звук. С помощью этой штуки был сделан звук для R22 в Star Wars. Вот это вот. Вот это вот. Вот это, собственно, проект звука R22. Вот так вот выглядит. И у меня есть даже видеоролик. Можно еще погромче сделать? Вот так. Ну, ты послушай и сам сейчас поймешь, насколько нужно громко. Вот я его скачал, запустил, чтобы вам показать. И запустил. Пожалуйста. Вот. Можно погромче. Вот. Вот там действительно опушка. Скорость. Вот помедленнее. И вот очень быстро сейчас не будет еще. Вот так долго это невозможно, конечно. Вот. 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 И вот так вот. И вот, я, кстати, использую реальную эту штуку. Они, по-самому-де-главное, и на самом деле, сделают на звук для R22 в 32 вот с помощью вот этой вот штуки. И вот, да? Вот. Вот. Я на этом, на самом деле, у меня все. Я потому что, ну, в общих чертах все, что хотел рассказал. Поделился наборевшим там или не наборевшим. Я надеюсь, у кого, если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот. Да, конечно, конечно. Вот, ребята. Давайте сразу. И? Да, спасибо. 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 На самом деле, очень классная докладка. Это прям настоящий саунд-дизайнер. Как кино. Ну, у меня пара вопросов таких, наверное, слегка праздных. Я совсем недавно обсуждаю с одним своим коллегом. Коллегой. Он сформулировал такой тезис, что если в игре тестово сделать звуки из каких-то там аудиопанков, я даже не знаю, как это называется. Но это как раз здесь. Наверное. И так далее. Что любой чувак, который в звуках петлит, он это сразу понимает. Так ли это? Ну, то есть, действительно, профессионал звуковой, когда услышал какую игру, где вот такие звуки изданные, для него это сразу включительно, а? Ну, это, да, интересный вопрос. На самом деле, в первую очередь, в первую очередь, это зависит от того, насколько банк звуков популярный. Ну, серьезно, да. То есть, если человек спонсорист, который по звуку, которому ты это показываешь, он не слышал этих звуков до этого, он вряд ли петлит, кто это сделал. Потому что звуки, они, ну, это такая очень... Я видел, и то, что правда ли то, что по качеству этих звуков, там, человек, который прям, говорит, о, ну, это не очень хороший звук, наверное, забанка. Очень часто, да. Очень часто можно... Да, да, да. Тут есть такой нюанс, что качество... Качество... надо смотреть на качество звуков банков сразу, изначально. Ну, то есть, очень часто, когда люди делают задычки, ну, просто не надо заделывать звук, они не сломят, они просто находят банк. Вот. Я, допустим, да, слышу, у меня, вот, в силу профессиональной деятельности, я могу отключить звук, просто я могу отключить неопередливыми, вот, в таком уровне происходит. То есть, для меня несложно качество убить, ну, звучание, вообще, в целом. Да, да, это, несомненно, да, работает. Ну, да, и я... Более хочу такое обширное передать. Вообще, это финансирование позволяет, и позволяет это время, настоящее самовизорное, профессиональный подход любого специалиста по звуку, это для каждого проекта записывается отдельно, сегодня в отделе чувак берет микрофон, и коротко выходит, пишет звуки, и для каждого звука индивидуальный, и для каждого проекта индивидуальный. То есть, он не использует... Ну, все звуки разными, потому что каждый раз по-разному. И такой у меня вопрос, я не уверен, что на него там можно ответить, там, в таких рамках смыслах. Я вообще вот ничего не понимаю, как звуки делать, я на ютубе видел, что там чуваки что-то... Ну, это всё как интересно. Вот мне интересно, когда я это увидел, то есть, ты реально там делаешь какой-нибудь звук в заливу к слову. Это в каком-то редакторе, ты там что-то крутишь, и чуть-чуть-чуть у тебя фон, или ты сначала опять там что-то хлопаю в ладошке... Это тоже, это вот то, что я говорил, это зависит от того, насколько у меня есть время, и насколько... Без хлопания в ладошке можно? Можно. Можно синтезировать, можно взять готовый звук в заливу. Дело-то в чём? Идея в том, чтобы не повторять звуков. То есть, вот у тебя есть звук в заливу, он у тебя готовый есть, записанный. Ты его берёшь, ты же можешь с ним всё, что угодно сделать, если ты, конечно, умеешь. Ты можешь его изменить, можешь подмешать ему другой звук в заливу, сделать их вместе с умистением. Сделать так, чтобы они звучали вместе, гармонично получится новый звук, он уже не будет похож на прежний. Вот в чём я есть. Я понял. Ну, спасибо. Да-да-да-да. Как далеко не ходить. Да-да-да-да. Спасибо за договор. Спасибо. Такой вопрос, просто по фаму больше. Какой самый необычный звук тебе приходилось записывать? Записывать именно? Ну, типа там по мясу стучал, да-да-да. Я понимаю, на чём речь идет. Сейчас расскажу вам, скажу. Знаете… Это интересный вопрос, знаете, я подумал. Что же такого было сам у меня… Нет, на самом деле всё достаточно банально. У нас… Я делал… У нас… Я в то время жил в Питере, я работал в студии, у меня одна из коллег, и мы с ним вместе сделали фильм такой, называется, с самодизайном, художественный фильм называется. Вот там, потому что посмотреть у меня… да, банально это было. Вот. Про тяжелый физику профессоров и саундизайнеров мы это всё внутри студии сняли, просто, наверное, надо добавить. Классный фильм вообще, советую все. Вот. И там был… Мы записали полностью весь саундтрек к этому фильму. Там такая очень жуткая музыка играет. Ты сидишь на чале, такой режиссёр такой, крутит ручки, с таким видом, что вообще… что с этим делать вообще? Работать, как с этим работать? Весь саундтрек мы записали полностью, из всякого, знаете, что нам под руку попалось. Мы стучали по стаканам, там есть… я брызгал и спрэй в микрофон, там… Играл вот так, ногой, просто в полубинка, там, то есть, такая геряжка, и мы здесь вот такие всё… зажигалками, мы шипали вот так микрофон, то есть… можете посмотреть, если кому интересно. Это, пожалуй, да, вот такая, ну, необычная, в принципе, работа с вас для него, да? Спасибо вам. Я вернусь, еще микрофон. Да, хорошо. А прикрепил какую-нибудь теклу с твоей точки зрения, которая по звуку прям вот такой? Ну, интересный, да, тоже вопрос. Хороших, на самом деле, игр с хорошим звуком, их много, ну, правда, ну, то есть, таких… Ну, что прям, выделить какую-то с хорошим звуком? Сейчас… Сейчас я в голове переберу… Ну, во-первых, не могу искать монашку, ну, сейчас это… Ну, это надо. Очень хороший звук, пожалуй… Вы знаете, я… Давайте по мобильным играм, так, просто немножечко по мобильным. Вы… Есть один человек, который делает очень крутые мобильные игры, видеоразработчик, он сделает всё один, его зовут Lucas Pop, и игра, которую… он… на которой… на которой… с которой он стал звенить, называется «Paper's Bliss». Знаете, вот такой… офигенный звук. Вот, знаете, вот… Просто… с точки зрения и разработки, и формата, ну, и вообще, вот, арта, как это всё сделано, звук, классный. Советую меня, попробуйте поиграть. Там, реально, вот… именно вот, то, что я говорил, приятно просто, когда нажимаешь, и приятно для того, что ты нажал и звук услышал, и хочется ещё раз его услышать. Очень классный звук. Я не знаю, как он здесь сделал, он всё это сделал один, и я просто… не знаю, как он здесь сделал. Можно телефон поставить, я не знаю, как он здесь сделал. Классный звук. Классный звук. Классный звук. Классный звук. Да, 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 все прекрасно, понимаем. Да, пожалуйста. Добрый день. Да, да. У меня вот просто перекрестился уже немножко ответ на предыдущий вопрос. Своим вопросом как раз про мобилы был. Если у тебя есть опыт работы на мобилы, то расскажи, пожалуйста, как ты справляешься с тем, что на мобилах всё-таки, ну, очень часто играют без наушников, да? Да, да. И динамики там разные, на андроиде… Хороший вопрос, да, хороший вопрос. Я, кстати, да, я в этот момент угостил, хочу извиниться, я хотел об этом сказать. Да, хороший вопрос. На самом деле, в большинстве случаев всё очень универсально. Ну, то есть я… Вот сейчас многие, особенно специалисты, кто более-менее в звуке разбирается, скажут, что я тоже, что я немножечко сумасшедший, но я, когда делаю звуки по мобильной платформе, вообще звуки делаю по мобильной платформе, я слушаю его сначала в наушниках, потом я его слушаю в студийной мониторной колонке, потом я его слушаю, просто вот так, знаете, в ноутбук и шнур вытыкаю, и слушаю через ноутбук и шнур, насколько это плохо звучит. Нужно быть всё отчётливо слышно понятно. Вот. После чего я скачиваю это на мобильное устройство, на какое-то не мобильное устройство ещё слушаю. И вот когда, в принципе, вот эти все составляющие больно-менее меня устраивают, я, как бы, хорошо вот этот звук подойдёт. Вот. Но, как бы, да, у меня есть уже более-менее опыт, я достаточно быстро это уже, я уже изначально делаю такой звук, что я уже представляю, как будет звучать, какие частоты будут звуки лишние, какие вообще не будут слышны. То есть я уже заранее знаю, поэтому у меня не занимает это много времени, это как и контрольный уже, знаете, я уже пачку сделал, загрузил, просто такой вот так вот подряд послушал, хорошо оставляю. Какие-то поправил, возможно, там 1-2. Вот. Но тут другого выхода нет, потому что, ну, сами понимаете, это вот к вопросу как раз о саундизайне и игровой устри, и проблемах тоже. Надо очень хорошо понимать, что у вас звучит. вот, вот. Вот, вот. Динамик, ну, вот. 10-2. У вас звук вот отсюда исходит, если это не учитывали, можно вообще нафороться на такие граближи, половину не будет слышать вообще. Многие раз сейчас асоундизм подключают, когда обиднее играется, не знаете. Просто подключаются. Мне? Нет, вы знаете, если там что-то достойное, то обидно, а если это вот как, знаете, то, что я за 2 дня он так сделан, я говорю, да и выключились, слава богу. Можно я тоже выключить, да? Да, конечно. Скажи, пожалуйста, какое у тебя образование? Я профессиональный музыкант, на самом деле. Я не профессиональный звук профессор, я профессиональный музыкант. У меня очень много людей для профессоров, и очень просто большой опыт работать в области этой профессуры, а вообще я музыкант. Вот, хорошо. Тогда следующий вопрос. Где человеку с непрофильным образованием узнать какую-то полезную и достоверную информацию, где ему научиться, и где набрать опыта можно, для того, чтобы не быть вот специалистом? Да, я понимаю, да. Я это понимаю. Ну, во-первых, хочется начать с того, что есть у некоторых людей есть вот прям понимание, я не знаю, как предрасположено, скажем это так, и некоторые прям понимают сразу. то есть, они очень быстро вникают, и им хватает информации, только то, что вот они из интернета чарпают, и достаточно. Но в большинстве случаев этого не хватает. То есть, они просто верхушек нахватываются и не понимают, что они делают. Вот. В таких ситуациях, ну, я бы вообще советовал, на самом деле, если качество, тут видите, самооценка еще очень важна с вами, то есть, важно понимать, насколько хорошо. Надо учиться. Вот сегодня было, про художников тоже говорили, смотреть, как звучит. Ну, у мастеров, там, я не знаю, фильмы голливудские, берешь, вот так, скачаешь, что ли, какой-то. Я недавно смотрел, ну, как относительно недавно смотрел, безумного Макса нового, просто скачал, без перевода вот так. Ну, короче, они получили, потому что Оскар за аудиомонтажку, что-то такое, как-то там, так премия называется. Так просто вот, ну, надел наушники, и вот так сидел, смотрел без перевода, просто слушал, как сделан звук, вот в фильме. Это очень важно. Ну, то есть, вот, вот, надо, с простого, если начинать, то это вот это. Ну, неплохо получить, да, какие-то, одночасно-базовые знания, но, знаете, вот, если, например, школа, вот, если у режиссеров учат, так и шплатное обучение, но, там, все-таки, у вас допустят оборудование настоящего, покажут, как это работает, расскажут, так или иначе, люди, которые реально этим занимаются. То есть, для начинающего уровня, возможно, это тоже вот выход. Ну, то есть, если самому не получается, самому часто не получается просто. Ну, в носительстве, в этом случае, так, в Катере есть, там, университет, может быть, университет поступить, получится на звук режиссера, или в Москве. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. Ну да. А можно я? Да, да, давай. У меня? Профильный вопрос. Так, хорошо. Скажи мне, пожалуйста, подключаешь ли ты по голове от композитора, или сам, как музыкант, как пишет, подвязаешь ли ты саундтрек, ради того, чтобы у тебя интерфейсные звуки и звуки взаимодействия лучше было слышно? И как аранжировка и звуковое оформление, кто из них был в ней? Я тебе так скажу, во-первых, напрямую зависит от того, насколько опытный у тебя композитор, и насколько он тоже понимает, что он делает. Это в первую очередь. Человек, который понимает, как пишется музыка и игр, он не будет делать лишних, то есть насыщать эту музыкальную, ну, составляющую, лишними звуками, лишними музыкальной плотностью, не будет делать плотную фактуру, потому что там ничего не сможет, у них звуков и все будет заливаться. Нормальный человек, нормальный композитор этого делать не будет. Ненормально сделает. Как бороться с нормальным композитором? Ну, не знаю, но... Ну да, наверное, придется ему сказать, чувак, требуется переделать все, давайте сделаешь меньше этого. Ты сам это понимаешь, как ему самое множество на это будет? Я сам написал музыку, на, придется ему об этом все равно. Да, да, да. Вот смотри, очень важно, чтобы ты понимал момент, что у тебя есть звуки, да, в моем игре, есть музыка, звуки звучат, звуки звучат, опять же, что-то такое, звуковые, да, что еще делать-то. Они, у них есть определенная частота, и у музыки есть определенная частота. То есть, понимаешь, да, ты как бы профиль, ты же вопрос, я тебе ответил. Они пересекаются. Где-то они пересекаются. Тебе просто твоя задача сделать, чтобы их пересечения было меньше. Ты просто смотришь свое музыкальное дно в произведение, вычитаешь, где они пересекаются, и стараешься ее там применить в этом месте. Все. Это единственный пациент от борьбы. Больше я тебе иду, громкость еще. Можешь просто потише. Самое простое. Потише сделаю, я тебе буду громче сделаю. Да. Ответил вот это просто, блядь? Или что-то еще? Давай более. Можно еще? Да, конечно. Хорошо. Когда ты работаешь с 3D движками, там есть определенная специфика в плане отражений, в плане вот таких всяких вещей. Ты шаришь, а вот я не отражаюсь. Хорошо, не плохо. Не плохо, давай. Просто мы мне объясним, как щупать звук, допустим, в металлических комнатах и так далее. Насколько тут вешаешь ли ты комнаты заранее на звуке? Или ты их пускаешь частиком? Я понял. Ты понял, о чем ты говоришь. Смотри, в профессиональном, в кинорежиссуре, я кинорежиссер, кстати, очень много категория, наверное. Как эти работы им показывал, такие, нет, мы вот кинорежиссеры, с точки зрения кинорежиссуры, это все неправильно. То есть, ну хорошо, я не претендую название кинорежиссеров, но есть правило. Одно. Никогда звуки все, вот в кино вы смотрите, сейчас немножко давайте, в кино смотрите, все звуки, которые вы слышите в кино, они все записаны в студии, сухие абсолютно, никаких отражений, ничего, все сухое. просто в студию вышли, там на токуле, там все заглушили везде, там на щелки, хлопали, да. Последующие потом, и просто обработка происходит, и все, и подкладывается под картинку, потому что на площадке, больше всего, если в кино вы вообще не возможно учесть писать. Ну, там, там много посторонних шумов, потому что. Вот. Вот здесь еще? Смотри, ты можешь послушать, да, только подражать, а повесить на него комнату, послушать свой самый чистый птиц, вот он у тебя полетел с операции, потом это все идет в билд, и это шаги, допустим, какие-то, и вот у тебя чулочок бежит за углом, а ты бежит в чулочке, и ты начинаешь слышать, что тот программный, та программная революберация, которая создает это пространство, она его выносит в какие-то, ну, короче, начинает шуметь, и там где должна. Нет. Если это получается, мне придется заставить себя залезть в Unity и тестировать этот звук? Да. Скорее всего, да. Ну, это есть, собственно, понимаешь, просто ты не должен этим заниматься, видишь, в чем проблема. Ну, грубо говоря, понимаете, у тебя должен быть человек, который сидит и это делает, который занимается звуком, он говорит, смотри, у нас вот здесь зона революберации есть, здесь зоны революберации нет, здесь чувак бежит, здесь он в зону попал, революберация началась. Он дезистирует, смотрит, да, где революберация началась, где закончилась, это все на слух, ты же не можешь куда-то изуально видеть, там, где-то такой шатый, типа, зона революберации, нюхитярка. Чувак забежал, смотришь сцену открыл, чувак забежал, такой классный. Ну, пока не послушаешь, не протестишь, не протестишь максимально, насколько тебе вот, ну, как тебе бы хотелось, можно очень много времени потратить, я понимаю, но другого пути нет. ну, ну, спасибо тебе. Да, давайте маленькой, ну, немножко времени уже осталось, что там, человек, значит, тоже начинает оплаты. Я понимаю, все классно. Все. давай-давай-давай. У меня такой вопрос, можешь ли ты привести пример звукового дизайна в играх, который каким-то качественным или иным образом отличается от звукового дизайна в кино? Я ему чуть-чуть поясню. Есть ли какие-нибудь отличия в повествовании, в передаче чувств через звук в играх и кино? Ну, в большинстве случаев, если в глобальном смысле рассматривать, то практически нет. Там, приблизительно, одни и те законы действуют везде. Да. То есть, все все равно смотрят на, то есть, у вас есть конкретный объект на экране, да, в игре и в кино. Звуки, в первую очередь, они должны, твоего димаи, должны быть вредничать на нем, соответственно, остальное все на заднем плане. Это в поведении, то есть, вы видите, слышите его больше, сильнее, там, атмосфера и все прочее, по тому же принципу, на самом деле. Единственный момент, это да, это программные всякие, вот, ну, там, составляющие. Дальше мне говорили, что, типа, технические всякие элементы, ну, там, в играх, может, только вот, ну, не линейно просто все может происходить. Вот разница. В целом, концепция атмосферы, то, о чем ты говоришь, настроение, эмоции, она такая. Кайф. Ну, ты сам, наверное, мои большие видео, да? Смотришь какие-нибудь большие игры там когда-то? Знаете? Где вот такие ролики, такие, все и что-то происходит. Ведьма как-то у нас сегодня? Например, Ведьма к ней поздравить. Точно. Советно тоже. Там хорошие ребята, я с ними общался, мне сказали, что мы не можем тебя в Польшу везти. Я сказал, ты молодец, парень, но в Польшу нет. Ты в России, и там мы живем. Вот. У них очень хороший звук, они профессионально по-настоящему это делают. Я знаю, они выезжают, знаете, на игры с микрофоном видишь, там ребята, месяцы, мечи, вот это все. Там очень классно. И вот эти ролики все, которые у них озвучены, я могу видеть в Маке, в частности. Ты все равно смотришь, но это как в кино. То есть, и звуки все, и атмосфера видна, как в кино. А там такие же жадовые вот эти элементы. Там истинничные. Я говорю, не видели истинничные. Все так. Все, больше нет вопросов? Еще есть вопросы, еще вопросов. Да. Сейчас. Посмотрим быстро, небольшой стомбур. Значит, что вы надеваете технически? Какие наушники, театринициальные, стерео. Затем. Я не могу предъявить кто-то секрет, кто писает со звуком. Я дизайнером. Насколько нужно погружаться в знания? О звуке в целом? Я рекомендатором, я дизайнером. Потому что, вы говорили, программисту, вам нужно знать, чем заниматься. А программисту, чем занимаются, а художник, и все другие, отристируют специалисты. Ну, и с МВ-3 и МВ-3 и МВ-3 у нас вообще есть. Так, ну вот, Витя, знаете, в чем проблема? Наушники, про наушники и про... Ну, я использую стерео наушники 5.1, 7.1, вы знаете, очень реально приходится с этим работать. Нет, в плане 3 звука, конечно, бывают задачи. У них бывает, там, звук 7.1, и 5.1, да, звуковые пешки в модеевайс, поддерживают, тоже 5.1, 7.1, можно в стерео работать, можно 5.1, можно использовать, 7.1, 9.1, честно, еще есть, не знаю, 12.1, вот. Это круто, конечно, все, но, естественно, все равно работа приходится со стерео, наушники используются, ну, я использую разные наушники у меня, от разных задач, вы знаете, там, я просто уже знаю, свои наушники выдают, у меня там больше низа дают, больше вверх, я даю, меньше низ дают, там, нет, вы знаете, я АКГ пользуюсь, у меня АКГ, научники АКГ, вообще, я хочу по оригиналике секретить, там, какие-то 330, что ли, называется. А диапазон? Стандартный там, 20 кГц, внизу там, что-то, 10-5, что-то такое. я, как считаю, в колонке, мониторные слушатели, у меня мониторные колонки, я слушаю научники, это так, по-быстрому, чтобы сделать, все равно, ну, в плане, знания софта, ну, если вы, хотите прям слух делать, а не просто хотите, ну, как-то вот, немножко с этим, да, в целом, ну, выберите из себя, вот, ну, посмотреть, можно посмотреть, превью просто, ну, на ютубе открыть, я понимаю, их много, но, какие-то вот, на слуху какие есть, посмотреть, попробовать поставить, поработать, знания, ну, как почувствуете, что вам достаточно, ну, реально, для ваших задач, я же не знаю, какие задачи, как почувствуете, что вам достаточно для ваших задач, ну, я думаю, в принципе, для любитальных задач, ну, я думаю, можно быстро, ну, очень быстро освоить, то есть, если сильно не даваться подробностями, знаете, я тут делал, простите, тоже немножко отбегусь, делал видеоролик такой, там был риск, рискалаб, ну, сам дизайн-лаборатория, специальная конференция, я поставил, мне вывесили компьютер, я про мошен, ну, знаете, да, для мошен дизайна, например, меня понятия не верят, я вообще работаю в их жизни, просто, у меня открылся, у меня еще мак, макбук, у меня очень слабая видеокарта, все так тормозит, и я такой, так, надо, чтобы буквы вылетали, ну, спустя три часа буквы вылетали, можно подойти посмотреть, там, реально вылетает, то есть, ну, много задач, да, в принципе, можно потратить, как говорится, понятно, я надеюсь, не ответил, у меня еще вопрос, ну, давай, немножко повторить, быстро, вы часто смеетесь, вы работаете на звучание своего смеха? на звучание? нет, я, говорят, что я очень, так, захлебывающе смеюсь, и людям нравится, когда я смеюсь, говорят, ну, ты так смеешь, что хочешь с тобой вместе смеяться, ну, я рад, что так происходит, я специально ничего не делаю, а сколько? Хороший вопрос. Хороший вопрос. Хороший вопрос? Угу. Маленький вопрос. Маленький вопрос. У меня такой маленький вопрос. Вот в вашей сфере самодизайнеров, есть ли какие-то дабу для профессионалов, именно между собой? Я уже поняла, что есть дабу на таком, для духов, типа, не качать из библиотек, потому что это дабу и молитон. А есть ли еще что-то? Что-то типа, не повторять самого себя? Вот когда тебе дают проект с похожим сеттингом, ну, ты такой начинаешь с ним фантазировать, и тебе вспоминаются какие-то проекты уже схожие. Да, конечно. Есть ли вообще вопрос, ну, в плане плагиата, актуальный в этой сфере, потому что... Ну, звук очень сложно вспоминать, очень сложно вспоминать, очень сложно вспоминать. Ну, музыку проще вспоминать, звук сложно вспоминать, потому что, ну, звук, есть в разном, ну, как не крути, каждый звук, даже одинаковые звуки, они, ну, в смысле, они... И каждый раз, каждый раз разный получается звук, то есть, при одних и тех же действиях. А, табу, да, есть такое, что, например, когда сети похожи, я всегда стараюсь делать по-другому, я понимаю, что у меня, хочешь, не хочешь, потихоньку я такой... вот так, потом такой, я стараюсь, ну, смотреть то, что я делал раньше, потому что, не дай бог, я посмотрел такой, вот такой, сегодня такой, хорошо там было, сейчас тоже сделаем еще лучшее, делаешь, делаешь, потом открываешь, то же самое вообще, просто, ну, там, почти один в один, скажем, что это опять? Вот. Поэтому я делаю комбару, я сначала делаю новый проект, а потом к старому возвращаюсь, по-хожему, и смотрю, и сделаю я то же самое случайно. М-м-м-м-м. Почитать лучше, тогда лучше работать. Ну, просто, у художников, есть понятие, замылился в класс, у вас, получается, замылился? Конечно, конечно, конечно. Нужно, я специально, я, знаете, работаю, работаю, потом просто, ухожу, там, и трогаю вообще, там, прохожу, там, несколько часов, можно, на следующий день, я вернусь, включен какой-то, и, возможно, я вообще сильнее делаю все это, скажу, блин, что-то как-то все так звучит, и, вот, так что, да, похожее, похожее. То есть, вот этот, так, у каких основных условий? Ну, да, так особо я как-то не могу вспомнить, но вот эти, да, это несомненно, несомненно. Большое спасибо. Спасибо вам. Я надеюсь, давайте закончим, если кто-то хочет еще, просто подойтись раздеть. Нет, я просто, просто, дальше, кто-то еще, да, через пять минут, да, если кто-то хочет пообщаться, выходите просто ко мне лично, поговорим, я вам все расскажу. спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ